А приходилось вообще с бандитами сталкиваться? Может быть в 90-е когда-то работать на каких-нибудь корпоративах таких? Нет, корпоративов не было. Какие корпоративы? Ну, какие разные, разные корпоративы. Какой у меня был корпоратив? Вечеринки, я не знаю, как это называется. Ну, вечеринки у нас были, но только... Мы просто вечерами грузили коробки, отправляли их в Белоруссию. На Белорусский вокзал, Витебский вокзал. И когда однажды на нас наехала братва этого района, и они потребовали объяснений, что мы здесь делаем, это их территория. И сходу я и мой коллега по театру, мой сокурсник Миша Трисоруков, заслуженный артист России, он сказал, да у нас есть крыша? Есть. Он говорит, там очень хотим видеть вашу крышу. Да, ну давайте как что, договоримся. И договорились там на послезавтра. А Михаил заканчивал институт Лезговта. У него были большие-большие связи. Как раз с миром спорта. А, собственно говоря, криминальный элемент, который в лихие 90-е ходили в трениках, и крутые пацаны участвовали во всех разборках, забивали стрелки. Они были все родом оттуда. Он позвонил своим друзьям, и они сказали, что вот на послезавтра ну никак не получается. И попросили перенести на послепослезавтра. Но для этого кому-то надо было прийти в назначенное время, назначенное место. Все отказались. Я понимаю, что больше идти некому, только мне. Ха-ха-ха. Так. Я наряжаюсь, беру парик в костюмерке. Надо сделать какую-то бизнес-леди из себя. А я, что там, студентка театрального института. Какая бизнес-леди? А, то есть это еще питерская история. Питерская история, конечно. И я отправилась на эту стрелку. Одна? Одна. Меня моментально окружила человек 20, наверное. Они выше меня в полтора раза. Вошла в роль. Разговаривала, как сейчас бы сказал Тимати, дерзко. И я говорю, ребята, что у вас какие-то проблемы? Что у вас какие-то нервные? Нам сказали, что придет крыша. Говорю, у крыши выходные. То есть а кто? Что? Чего? И вот я справилась с этой ролью. Очень непростой. Меня поколачивало внутренне. Потом. Значит так. Вместе с набежавшими процентами. Да. И штрафами. Я готова отдать 1100, 1200. Забирай все. Вы должны 120 тысяч рублей. А хай, а не треснет. Забирай все. Я говорю, хорошо, что не 200. А вот вы рассказывали, когда вы впервые с Аллой Борисовной столкнулись где-то там в Куарах. Все связано с Петербургом. Да, и у вас, как вы сказали, там ноги были как спагетти. То есть, в общем, почувствовали. Сейчас вот такого пиетета уже нет? Вы когда вы... Есть. И не только передалой Борисовной. Для каждого из нас большая честь. Какое счастье, что на свете есть. Великое призвание артист. Когда я вижу людей, которые для меня кумиры... Прямо вот испытываете такой трепет? Трепет. Я даже начинаю иногда заикаться. Мне кажется, я в этот момент такая глупая. Думаю, боже, ну... Я теряю... У меня сознание плывет, оно бесконтрольное. В это время я думаю, мне надо как-то успокоиться, чтобы я начала... Ну, кто же эти люди, которые Елену Воробей заставляют заикаться? Кто это? Огласите, пожалуйста, весь список. Михаил Михайлович Живанецкий. Геннадий Викторович Хазанов. Инна Чурикова. Инна Михайловна Чурикова. Светлана Крючкова. Люди огромного таланта, огромной мудрости, ума. И какого-то человеческого... Вот вы Живанецкого упомянули. Почему почти не бывает женщин-сатириков? Почему смешат в основном мужчины? Почему крайне редко, в исключении еще 2-3 фамилии, женщины могут насмешить? Как вы считаете? Вы задумывались об этом? Это какая-то дискриминация? Это какой-то наш мужской заговор? Чего-то? Лендерный отбор в этом случае, я думаю, что... Ну, вопрос-то серьезный. Попробуем заглянуть в историю. Я не помню случаев, чтобы на государевой службе состояли шуты женщины. Не помню. Дозволялось всегда крепкое словцо и такое с сатирой. Тоже мужчины. Вот оттуда тянется этот гендерный отбор. То есть это мы вас не пускаем? Да? Получается. Может, по жизни женщинам не до смеха? Может быть, кстати, вот. Вот, может быть, и так. Вот, хорошая версия. Вот действительно, вы ведь вне конкуренции фактически в своем жанре. Потому что, ну, кто еще есть из... Мне частенько задает... Вот папа, кстати говоря, вот сейчас виртуозно шутя, а потом придет, посмотрит какой-нибудь проект телевизионный, где я дурнушка или хохотушка и такая... Ну, в образе, в каком-нибудь таком. Какое чудо. Можно посмотреть? А что, браслетик зайдет здорово? Правда? Давай, давай, скорее. Мне тоже нравится. Давай, давай, скорее. Правда нравится. Прям как оберель для меня, представляете, Лизавета Игоревна. А? Что случилось, Лизавета Игоревна? Тебе надо избавиться от этого браслета. На нем порча. Фу, я думала, блохи. И папа что, говорит? Ну, что ты все время из себя какую-то кукукнутую делаешь? Все хотят быть красивыми, а ты себя что-то все портишь, портишь. Я в какой-то момент так сажусь и думаю, что может быть действительно... А я папе пыталась объяснить. Папа, слушай, вот серьезных, красивых актрис много. Я даже вот попрошу тебя назвать, там, не знаю, десяток, двадцатку. А тех, которые не боятся быть смешным и в этом органично, или это нравится людям, этого ждут. Вот таких людей вот совсем мало, ну совсем мало. Как говорил Юрий Никулин, вообще быть клоуном – это особая миссия. Правда? Разбрасываться этой возможностью, этим даром, наверное, было бы очень несправедливо по отношению к тому, кто мне этот дар... А мой папа покойный говорил, когда она уже работала учительным музыки, и он узнал, что она едет поступать в театральный, и он говорит, вот зачем она поехала? Сейчас она Елена Яковлевна, ее уважительно называют. Так. А будет кем? Гоп-гоп. Я говорю, да, не переживай, она не поступит. А если не дай... Не переживай. А дедушка выжидал, говорит, и дедушка выжидал... А если, не дай бог, поступит? Я сейчас с первого курса заметила, с первого. Простите, а вы в каком институте учились? Я ни в каком. Но вы же сказали, с первого курса. Я сказала, потому что я прошла три курса уколов в голову. А вы как отнеслись к выбору Елены пойти в шоу-бизнес, опять же, скажем так? Дело в том, что я не поверил, что она поступит. Но она первый раз поехала поступать и не поступила. Второй раз тоже. Но когда она засобиралась третий раз, я говорю, хватит уже ездить. Денег нет. Денег нет. И она закончила музыкальную школу. Училище. Да, училище. И получила распределение уже преподавателя музыки. Долго преподавали? Год где-то, да? Год. Год. Не нравилось преподавать или нравилось? Я понимала, что я не смогу преподавать. Я увлекающийся человек, но мне это быстро надоест. Ну и мама тогда говорит, ну пусть уже третий раз поедет, а то скажет, что учиться не давали, не разрешали. Но не профинансировали. Жили скромно, мягко говоря, скромно. Когда я в классе шестом-седьмом сказала, почему мы никогда не ездим на море летом? Я спрашиваю, папа, ты был на море? Он говорит, не был. Я говорю, мама, нет. Я так думаю, а папины братья каждое лето детей и поехали. Я решила тогда договориться с дядями. Так, логично, да. Но опять-таки встал вопрос финансирования этой поездки, потому что бензин, дорога, проживание, какие-то развлечения, фрукты. Родители сказали, ты как думаешь, почему мы не ездим на море? Почему? Ну так денег нет, а если я уже захотела, загорелась, уже у меня есть эта идея, и я не отступлюсь. Я пошла работать. Это было, по-моему, после седьмого класса, да, в садик, в детский садик. Меня устроила наша соседка. Горшки выносить. Горшки выносила. Какие горшки? В детском саду. Должна была нянька, никто не хотел идти за такие деньги. А какие деньги? Я не помню, там, рублей 30, наверное, платили в месяц. 28, может, что-то такое. То есть даже меньше студенческой стипендии, по-моему. Вот. Благо, что во дворе. Да, во дворе. А, ну это удобно, да. И меня взяли. В инстаграме, на моей странице. Я в Париже, Лондоне и Ницце. Я в Египте, Сумии и в гробнице. А вы справа или слева? Среди. После восьмого класса я уже знала, что опять хочу ехать на море. Опять надо идти зарабатывать деньги. Я пошла в магазин, устроилась, разгружала. Грузчиком устроились? Да, хлеб разгружала. Они-то и деревянные лотки-то, сами лотки тяжелые. Вот. И поехала на море. И подъезд мыла. И подъезд мыла, в общем, зарабатывала таким образом. Физическим трудом. А папа, у меня-то уже была мечта показать родителям море. Ну как-то так. Люди живут всю жизнь, работают, пашут, пашут. И ни разу на море не были. В Израиле, да, я купила билет. У меня были гастроли в Израиле. А папин брат тогда уже уехал туда. Потому что там... В смысле эмигрировал? Да, эмигрировал. По здоровью нужно было там зятю. Он очень серьезно пострадал после Чернобыля. И нужно было спасать человека буквально. Прогнозы давали ему месяц жизни. Там еще пять лет прожил. Семь. Семь лет. Кстати, я знаю, что трагическая произошла у вас, конечно, история с уходом мамы. Это никак не было связано с последствиями Чернобыля. Может, может. Тут такое дело, что... Мы тогда с мамой загорали. Да, как раз в день взрыва на крыше. Вот на крыше загорали. Да, мы так загораем. Небо было голубое-голубое. И вот так мы смотрим. Тучка такая подошла. Маленькая оранжевая тучка. Оранжевая, да. Оранжевая радиация. Вот так смотрим. Соленое какое-то такое осадок. Да. Белое. Было дело. В общем, возвращаемся к истории. Первой поездки папы за границу. Он впервые в жизни летел самолетом. Он впервые в жизни летел за границу. Летел за границу. Впервые в жизни летел к морю. Летел к брату родному. И впервые в жизни увидел пальмы. Вообще у него столько впечатлений было, что я папу потеряла там. А у меня гастроли. Я езжу из одного города в другой. И потом у папы столько впечатлений было, конечно. Анекдот есть такой. Бабушка с дедом живет уже много-много лет и ни разу не была на море. Говорит, дед, отпусти меня на море. А что ты там будешь делать? А сяду, говорит, на бережку, буду думать о тебе. Он так подумал. Говорит, нет, сиди возле меня и думай лучше о море. Смотрите далее. Правда ли, что папа Елена Воробей стал звездой интернета? В какой стране у артистки нашлись родственники? Ой, давай расскажем эту историю. История, которая не оставляет равнодушным никого. И чем Евгению Додолеву удалось удивить королеву пародии? О, какая красота! Добрый день, друзья и не другие. У меня несколько лет назад на канале Россия был вот такой проект. Семейный альбом. Я приезжал в гости к знаменитости домой. И наша команда совершенно великолепная и грамотная делала такой вот подбор фотографий. Многие из которых не видели даже наши, чуть не сказал гости, на самом деле мы к ним гости приезжали, наши собеседники. И мы обсуждали вот эти фотографии, завтракали и вспоминали. И очень много было брюков тогда в Муадрид, что не с теми людьми я разговариваю, что очень много людей из аншлага, что где-где ученые, где космонавты, где какие-то видные спортсмены. Там, по-моему, только Фетисов был из собеседников в этом проекте. Ну, может быть, кого-то я забыл. Песня совсем не о том. Я должен просто пояснить, что в таких проектах не ведущий решает, кому он в гости поедет. Знаете, руководитель советского телевидения Лайпин говорил, что ведущий – это вообще подставка для микрофона. Вот в известной степени на многие проекты такие приходится работать. Естественно, у ведущего есть право вето. Я могу отказаться кому-то в гости ехать, могу объяснить, почему это плохая идея, потому что вообще это в эфир не выйдет, допустим, в контексте какой-то предыстории взаимоотношений, допустим, прочее. Но в целом именно продюсеры решают, кто будет моим собеседником и о чем, собственно, мы будем говорить. Там, в общем-то, прописываются сценарии. И, естественно, я от этих сценариев отходил, когда считал нужным, иначе бы это не было авторским проектом. Но я к тому, что, вот, допустим, герои «Аншлага» – это действительно не мои герои. Я эту передачу никогда не смотрел. Ну, своим, допустим, студентом, или не курсантом у меня курсы были в Митро, в Останкино-институте, я всегда любил вот таких приглашать. Потому что в тот период, когда я читал эти курсы, самым любимым по журналистской среде проекта был «Вечерний Урбант». Иван Андреевич Урбант, вот это просто было с придыханием все говорили. Я всегда приносил очередные рейтинги и показывал, что доля рейтинга «Вечерний Урбант» многократно меньше доли «Аншлага». При том, что «Аншлаг» не я, не мои курсанты, не мои коллеги никогда не смотрели. Но это надо учитывать, что есть страна, и что у людей разные представления о прекрасном. И игнорировать рейтинговый проект профессионалы не имеют права. Они должны понимать, за счет чего успех этот достигнут, какие составляющие. И, конечно, люди, которые достигли успеха, на чем бы они не рванули, они представляют интерес для медики. То есть для меня, как журналиста. Если мне, допустим, не нравится и непонятно, я все равно должен разобраться, понять, за счет чего. Это какое-то обаяние, или какое-то драйв, или какое-то попадание, какое-то совпадение кода. Вот этим часто и объяснялся мой достаточно искренний интерес к тем персонажам, потребителям продуктов, к коих я не являлся и не являюсь. То есть, если мы говорим про «Аншлаг», допустим, или про сериал «Сваты», я не смотрел. Я знаю, что это есть, что это успех, что это рейтинг, и, да, рассмотреть мне это всегда было интересно. Поэтому ничуть не жалею об этих записях.